Сегодня я хочу к вам обратиться, ну, конечно же, по поводу нашей такой экстраординарной ситуации с нашим карантином, с нашим переходом временом на онлайн. Так, ну, во-первых, зачем мы всё это делаем? Почему вообще не сказать друг дружку goodbye до сентября? Ну, я хочу объяснить свою позицию. Я... Позвольте маленькое лирическое отступление. И так, когда я училась в музыкальной школе, у нас стоял в школе рояль, который подарил сам Святослав Рихтер. И над ним было высказывание Рихтера. «Если я не подхожу к роялю в течение трёх дней, я чувствую сам. Если я не подхожу неделю, это слышат мои друзья. Если я не подхожу к инструменту месяц, это слышит публика». А потом так получилось, что та же мысль была услышана мною совершенно в другом контексте. То есть всё моё детство было глубоко-глубоко в математике. Я просто была абсолютной фанат математики. И мой наставник очень часто повторяла слова великого математика, уже немножко в другом контексте. «Математика, даночка капризная. Если ты оставила её на три дня, она тебя покидает на неделю и так далее. Если ты оставила её на месяц, она покидает тебя на всю жизнь». И вот эти две мысли как бы сплелись в моём сознании. А так как язык для меня, он же музыка, он же математика, то я глубоко уверена, что любой перерыв, длительный перерыв, ну просто чрезвычайно опасен для языка. Я все эти годы, сколько я занимаюсь преподаванием языков, я смертельно боюсь вот этого летнего перерыва. Именно поэтому мы придумываем и летний конкурс, и какие-то интенсивные программы на июне-аккурс, и тот же летний лагерь, и выезды в Лагерь, только чтобы не было перерыва. Опасная, опасная вещь перерыв, когда ушки и язык не работают, когда мозг не в языке. Поэтому сейчас наша задача выжить, понимаете? И всё, что мы сегодня делаем, я не собираюсь, знаете, пропагандировать вот такой супер-новый формат онлайн, для того, чтобы потом расшириться. Нет у меня совершенно такой задачи. Всё, что мы с вами делаем, это вместе строим мостик между вчера и завтра. Вы достаточно инвестировали в своего ребёнка, чтобы желать это не потерять. Завтра у нас будет такое же здесь, как и было. Вчера, наша вчера, многолетняя наша вчера, вот было в этих стенах, под этой крышей. Такое же оно будет завтра. Я, кстати, полна не просто голого оптимизма. Могу даже поделиться, что мы сейчас закупаем помещение на нашем этаже, мы расширяемся. Вот сейчас, это сейчас происходит. То есть у меня не те, не сомнения, что всё будет прекрасно. Это будет такая VIP-зона, это будет антикафе, будет уютное место, где мы будем собираться вместе. Это будет для спиккинг-клаба, очень уютное место с камином. Вот так, что это всё наше завтра. Что происходит сегодня? Я чрезвычайно благодарна, просто в ноги кланяюсь всем преподавателям, всем вам, родителям, за ваше терпение, за ваше доверие, всем ребятам, которые приняли вот этот новый формат. Чего это нам стоит? Ну, могу так по секрету только сказать. Одна только техническая сторона, чего стоит, это покупка новых уже семейных компьютеров. Это покупка каких-то там площадок платных для этого зума, для каждого преподавателя. Это усиление провайдера и так далее, и так далее, и так далее. Но это только часть проблемы. Вторая часть проблемы – как организовать эти уроки, потому что онлайн-формат требует гораздо больше усилий от преподавателей, гораздо больше. И мы объединились, я скажу, уже в около 200, наверное, по России центров, лингво-центров, именно по нашему SM-методу. А наш SM-метод, понимаете, он еще сложнее для того же онлайна. То есть мы же не переводим. И каким образом удержать внимание наших учеников от «бегина» до, ну, понятно, до «профишнси», вот, «бегина» сначала казалось вообще нереально. Получилось, вы знаете, получилось. За счет каких-то еще интересных приставочек, интерактивных каких-то игр, которые можно выводить одновременно на экран и держать внимание учеников. Каким образом можно стимулировать ребенка даже двигаться, двигаться, глядя на экран, видя своих друзей по группе и даже забыть о том, что ты находишься в комнате, а не в классе. И это тоже получилось. Ура-ура, это получилось. Не сразу. Поэтому мои извинения тем, у кого что-то срывалось. Да, оно срывалось. Оно срывалось по разным причинам, в том числе по нашей вине. Мы где-то что-то еще... Сегодня буквально, хоп, компьютер не потянул. Вот у меня колорифмика сегодня прямо срывалась на полуроки. Тут же мы подсоединили новый компьютер и совершенно по-другому все заработало. Мы были, конечно, не готовы технически и морально. Все происходит очень быстро. Не у всех у нас дома все идеально с интернетом. У кого-то нет там нужного девайса. Но все эти проблемки потихонечку решаются. Вот. Теперь по поводу пропавших уроков. Именно сейчас у вас есть возможность как никогда отрабатывать не только те уроки, которые пропали вот по вине несовершенного зума, а даже те, которые пропадали раньше. Ребята стали более гибкими. Особенно сейчас, в эту неделю, когда школа даже с онлайна, да, с вас слетела, вы свободны. И каникулы, ну, печально, как не печально сказать, это не те каникулы, когда мы все рванули на какое-то побережье, да, на моря, это не те каникулы. Это каникулы довольно, вот, ну, может быть, грустные. Все сидят дома. И чтобы не сойти с ума, чтобы от скуки не завязать, конечно, конечно, мы будем активно вас вот развлекать, вовлекать. Сейчас придумаем массу каких-то интересных конкурсов, флешмобы. Вот. Под лозунгом «пока все дома». Будем делать то, до чего руки не находили в течение года. Будем еще и еще интереснее копать и копать. Вот. Что хотелось бы вот чуть-чуть добавить. Смотрите. Давайте так. Какие проблемки возникают в связи с онлайном? Поведение у нас всегда была как бы вот темочка такого для отдельного обсуждения. Ну, где-то там и с маленькими, и с редненькими. Даже с подросточками всякое бывает, да? Но в формате онлайн представьте себе, что вот это возводится в куб. Хоп! Оно увеличивается в несколько раз. Что я имею в виду? Это не частое явление, очень не частое, но оно имеет место быть. Что-то там, какую-то картиночку всем ставить, всех повеселить. Что-то написать немножко хулиганское. Ну, были у нас такие моментики. Вот, пожалуйста, скажите своим деткам, что нам и так непросто, понимаете? То есть это наносит всем-всем какой-то вот ущерб такой вот очень нехороший. Так, теперь по поводу родителей, но это уже касается в основном маленьких. Смотрите. В кои-то веки наш урок стал открытым. Ну, считай, тот самый открытый урок, который мы раньше не очень-то приветствовали, потому что любая мама, придя на урок, она смутит собственного ребёнка прежде всего, да? Ну, как-то не очень мы приветствовали эти открытые уроки. Я боялась всегда за качество урока. А теперь все уроки стали открытыми. И вот тут большинство родителей ведут себя так, как и нужно. Они просто из комнаты выходят, абсолютное большинство. Но появилось две ещё такие категории, ну, две, скажем так, крайности. Одна очень хорошая, уже несколько отзывов я вижу. Ой, я даже не представляла, что мой ребёнок так умеет говорить, что он так всё понимает. То есть вот для родителей вот такое откровение. Вау, как здорово! Я даже не знала, что мой ребёнок такой продвинутый в языке. А есть наоборот. Те родители, которые нашу методику до конца не приняли, но они приняли, потому что, да, вроде как здесь есть результаты. И тут-то начинается. Ой, а мой-то не понимает, а мой-то не говорит. Ой, а вот это что ж такое-то? А это какие-то глаголы, как одна мама сказала. А мы не брали ещё. Ну, это новенькое, конечно. Не брали глаголы в прошедшем времени. Я не сказала, если вы брали, то положите. Пусть они там стоят. Мы их не берём на самой профессионстве. Ну, то есть, которые какие-то там мелочи, методики вдруг вскрываются и вводят, скажем так, в заблуждение и иногда в панику некоторых родителей. Так что осторожно. Вот для тех, кто начинает так вот нервничать, ну, совет только один. Не присутствуйте в этой комнате. Так, теперь по поводу связи в течение вот этой недели. Надеюсь, одной, потому что, как вы знаете, да? Мы продумали всё до мелочей. Один администратор, Ирина, у нас сидит на нашем телефоне, да, то есть отвечать будет она. Второй администратор, Мария, у нас сидит на e-mail, она проверяет все домашние работы, которые отосланы, проверяет ваши домашние задания, которые вы прислали в ответ, и фидбэки. То есть она отвечает, скажем так, на e-mail, вот, в большей части, ну, наверное, Ирина тоже. Ирина отвечает на телефон. Естественно, я отвечаю на то и другое. Более того, я придумала для себя такую техническую фишку. Я свой e-mail подключу во все конференции, абсолютно во все, от бигина до си. Вот, и буду подключать себя в любой момент, в любую группу. То есть я буду в курсе каждого вашего урока. Тут же давайте обратную связь, советы, как сделать, чтобы было ещё лучше. Вот, ну, и вам, конечно же, совет отрабатывать сейчас вот так, вот так, и в конце концов, попробовать, попробовать какого-то другого преподавателя. Не потому, что он окажется лучше вашему, спасибо уже, да потому, что мы все разные. Вот наша манера, наш тембр, голоса, наши шуточки, у каждого набор своих, да, шуток. Ну, почему бы нет? Ну, почему бы не побывать на уроке с той же ивент, с той же там Мелани, которую вы раньше не знали, к тому же Тони там на уровне к этому подключиться. Что от нас сейчас требуется? Послать вам подробное расписание вот всех уровней, не просто МОВИС, а какой МОВИС, на каком уровне, на каком они учебнике. То есть ввести вас в курс, чтобы вы точно могли выбирать и не просто не отставать, а обязательно еще наверстать что-то с прошлого. Вот, ну, еще, так, на вопросе кто-то меня спрашивал, будет ли онлайн дешевле, миленькие мои родители. Понимаете, считайте, что между учеником и преподавателем стоит некий такой монстр в виде надбока, и он, наверное, крадется в две стороны. У меня такое видение. Потому что если ученик получает там меньше, чем в оффлайн, допустим, то вы себе представить, не можете, насколько больше вкладывает учитель. Начиная от вот такой подготовки, заканчивая его энергией, которая старается вот проникнуть сквозь это стекло и держать каждого, внимание каждого. То есть я, ну, просто не представляю, как это может, там меньше стоит для наших учителей. И еще такой, как бы, ну, еще, наверное, маленький секрет вам открою, зачем я все это сейчас делаю. Вы знаете, наши преподаватели все уникальны, абсолютно уникальны. Я бы даже сказала, когда меня спрашивают, как я их ищу, где я их беру, я говорю, что это словами Владимира Майковского. Это как добыча радиа, когда единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Вот так же и я, чтобы одного преподавателя найти, ну, это, я не знаю, один из тысячи. Они все уникальны во всем. Вот, по харизме, по языку, и, главное, по методике, которую они впитывали долго-долго по стажировке, и потерять мне сейчас их, это было бы, ну, смерти подобно для вот, для нашего с вами Гудвилэлэда. Я хочу сохранить нас вот в том составе, в каком мы есть, сохранить всех, сохранить наш коллектив, наших администраторов, наших преподавателей, сохранить, выдержать вот этот сложный период и вписаться дальше вот в новую жизнь, которая уже будет без карантина. Вот, всем желаю творческих каникул. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова